В Подмосковном Воскресенске В центре скандала оказалась центральная площадь Подмосковного Воскресенска. С одной стороны дом, жители которого выступают против перестройки на первом этаже. С другой администрация, которая долго не хотела замечать проблемы у себя под окнами. Вот одна фурнитура, вторая ниже и третья выше. То есть они настолько расширяли проем, да? Да, да. Две квартиры выкуплены, переведены в нежилой фонд и ремонт. Переделали канализацию. Канализации дважды затапливали. Вот отопление на отрезанной стояке. Местных жителей беспокоит не сам ремонт, а то, что разрешения они не давали. Да их никто и не спрашивал. Возмущаются они. Подписи были сфальсифицированы. Кто? Собственник владельца? Назаров. Назаров, в общем, идет по документам Назарова Лидия Ивановна. Это его мать. Он депутат по Цурупе. В общем, это сельские поселения Цурупы. А так он с нами не встречался. Назаров Игорь Иванович, 75-го года рождения, преуспевающий бизнесмен, генеральный директор компании «Инвестстрой», которая в Воскресенске владеет львиной долей всех коммерческих площадей. Вот утвержденные виды деятельности его фирмы. Подготовка к продаже, покупке и продаже собственного недвижимого имущества и предоставлении посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. А как муниципальный депутат, Назаров входит в комиссию по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и поддержки предпринимательства. Депутат Назаров в первый раз с нами общаться отказался. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните по линии. Также повела себя и местная администрация. Только после сюжета, который вызвал резонанс на уровне администрации Московской области, на встречу спустя двое суток согласились прийти все заявленные лица. Обзорная экскурсия по будущему еще пока сами не решили что. Может будет медицинский центр, может магазин. Игорь Назаров, депутат-бизнесмен, лично демонстрирует и трубы, и балки, которых не досчитались местные жители. Затронуты несущей конструкции не были. Мы с вами можем это наблюдать. Капитальные колонны, балки. Все трубы на месте, они лучше, чем были. Канализация, пожалуйста, в достойном состоянии. Назаров утверждает, что новое проектное решение по фасаду полностью согласовано с жителями. Очень многие жители поддержали это фасадное решение, что подтверждается подписями. Сейчас прокуратура занимается вопросом подлинности подписей. И как пояснил нам сам Назаров, к этому помещению он вообще не имеет никакого отношения. Я здесь выступаю сейчас, как бы даю объяснение, потому что мое имя было затронуто в репортаже. Я к данным помещениям отношения не имею. Просто вынужден был заняться этим вопросом и досконально для себя все прояснил. И тут уже на заявление Назарова отвечает Воскресенская прокуратура. Индивидуальный предприниматель Назарова Лидия Ивановна. Все действия по оформлению документов на основании доверенности производит ее сын Назаров Игорь. По мнению правоохранительных органов, среди прочих нарушений, по крайней мере, по одному уже вынесено административное решение. Штраф на проведение земляных работ на Октябрьской улице, оказывается, не было разрешения и местных органов самоуправления. И по этому делу объяснение давал сам Назаров. Получили с него объяснение. Вину в совершении данного правонарушения он целиком и полностью признал. Но вот сейчас по остальным доводам, по реконструкции помещения проводим проверку, по поводу перевода из жилого в нежилое помещение. Городская администрация в этой истории ссылается на букву закона. Разрешение на перестройку выдали на основании представленных документов. К ним вопросов не возникло. Подписи были. А проверять их чиновники не обязаны. Да и жители как-то не сильно возмущались. Пошло огромное количество однотипных жалоб, в которых, собственно говоря, жители пытались каким-то образом донести до нас информацию, что какие-то подписи являются фальшивыми. Но здесь мы, как администрация, не можем принимать решения по поводу их недостоверности. Теперь все, и жители, и администрация, и депутат ждут итогов прокурорской проверки. Павел Мельников, Михаил Ростовцев, Максим Дарочкин и Антон Ситников. Артём Нестеренко. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова